здравствуйте вчера возвращались конференции и нас водитель вез и мы уже когда подъезжали там к центру я не знаю как называется наш это поселок он говорит там кусты такие вдоль дороги растут и они все покрыты инием таким как как будто бриллиантами обсыпаны еще фар так светится и кусты горят прям вдоль дороги и он говорит ничего себе как красиво я говорю там и даже не заметили и потом сам отвечает а туман же был и на самом деле два дня был туман каких-то моментов мы не видели туман ушел все красиво прекрасно и я с этим вопросом хотел спросить на чего у нас конференция там туман чуть рассеялся как будем называть название надо дать какое-то какое объединение или какой я у меня есть предложение тутти фрукти вчера нам говорили про винегрет да иногда такая каша винегрет непонятно что 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 происходит а тутти фрукти по-итальянски это все фрукты все фрукты да то есть нас накормили там всякими разными витаминами было полезно было прикольно тутти фрукти как нормально давайте голосование кто за тутти фрукти я на самом деле тоже отдыхаю здесь я ходил по перрону и думал еду не еду короче я сначала не покупал билет думал на машине поеду потом думал ладно на поезде поеду и на перроне думал куда я еду что я еду но я приехал очень рад доволен я отдохнул потому что я недавно был на отдыхе поменялась декорация там снег поменял на песок лужи на море короче ну я не отдохнул внутри просто декорация как вот поменял а сейчас есть тут и душой и телом отдохну доволен а а льгоем да я доволен реально вот и не надо что-то сказать наверно вот поэтому у меня есть мысли я как готовил одну тему мне она очень сильно напитала но я решил так ехать я обычно так делаю я как вот вот ну когда приезжаю куда-то в какое-то место я хочу слушать о чем люди говорят что их беспокоит и у меня несколько подтверждений есть и в ходе того что я буду говорить я думаю мы с кем-то что-то говорили какие-то маленькие кусочки или там кто-то мне рассказывал не обязательно что там на чем-то разговаривали и я на самом деле вот тут сказали что бог о нас все знает я думаю вот на месте бога я бы никогда не доверил себе тут стоять перед вами выступать тем более не доверил бы не жизнь вечную но вот спасибо за его милосердие что он не дал нам все то что мы заслуживаем но он что нам дал благодать и по благодати он нам дал столько всего чего мы не заслуживаем включая спасение жизнь вечную доверие стоять здесь выступать говорить его слово и такой бог чудесный который мы много раз не можем объяснить описать столько даров он нам дал да но все дары без одной вещи ничто это что такое любовь поэтому пусть у нас все будет приправлено любовью да не обязательно нам там доказывать что кто прав кто не прав мы друг друга назидаем словом слушаем поем песни очень хорошее время поэтому пусть у нас все будет с любовью у нас не будет там никаких разногласий ни по каким вопросам вот и любовь она и как бы она всегда имеет какую-то она все это сущность вообще христианская вера это любовь бога к нам и взаимно чтобы мы тоже любили бога и у меня есть маленький отрывок который находится матфея 4 глава 18 стих 18 19 20 проходя же близ моря галилейского он увидел двух братьев симона называемым петром и андрея брата его закидывающие сети в море ибо они были рыболовы и говорит им идите за мной я сделаю вас ловцами человеков они тотчас оставив сети последовали за ним оттуда и идя далее увидели он двух других братьев иакова заведея и ивана брат его в лодке заведеем отцом их подчиняющие сети свои и призвал их и они тотчас оставив лодку и отца своего последовали за ним и вот такой маленький отрывок и тут есть многое о чем поговорить но основная мысль у меня что иисус говорит что вы следуете за мной и я вас сделаю то есть человека всегда формирует то зачем он следует вот допустим например мой живот видите зачем он следует какой думаете за булочками команду люблю булочку да и также человека то есть человек который слетует л servantum на наши темы за алкоголем далее там с наркотиками ты видишь зачем следует правильно или человек который хочет иметь славу ты видишь то что он теряет свой облик на и он преобразуется в то что сейчас в славе, что сейчас мы в моде. Но Иисус, Он предлагает, что вы следуйте за Мной. И у меня вопрос, да, следование за Христом, что делать в твоей жизни? Был один такой последователь, его звали Енох, вот он ходил за Богом, он следовал за Ним, и что с ним стало? Его не стало. И знаете, у нас есть такая песня, которая мне очень нравится. Больше от тебя, меньше от меня. Иногда я вот Юрой доволен, да, я как бы, мне что-то получается, я доволен, я как вот Юра, это Юра, это я, я, я. А иногда, когда я вот смотрю на всю свою жизнь глазами Бога, то я хочу, чтобы было меньше Юры, да. Я как бы иногда к себе испытываю то, что как бы, ну, когда я понимаю, что Богу нравится, что не нравится, я в своей жизни вижу много моментов, которые я бы хотел, чтобы они умерли, да, чтобы их не было. И оказывается, когда ты ходишь за Богом, да, и ты близко к Богу, то становится меньше от тебя и больше от Бога. И это суть христианства, чтобы люди у нас видели, ну, вот Бога, да, не такого это. Я один раз был на конференции, там были два таких великих проповедника, один был великий муж Божий, он великий муж Божий, это прям, ну, реально, да, я там не утрирую, великий муж Божий, вот он великий человек. А другой, он был, он говорил себе, я человек, вы не думайте, я не какой-то там великий человек, потому что он рассказывал вещи такие очень интересные, он говорит, я не какой-то великий человек, просто у меня такой великий Бог, да, и каждый раз, когда были перемены, перерывы, да, к этому маленькому человеку, у которого великий Бог, вот все люди стекались, и они спрашивали, и было похоже, как вот курица на сетке, птенцы прибегают, им было так комфортно, так хорошо, а человек, который, ну, на самом деле, он тоже хорошо проповедовал, но он, у него такой статус был, там, знаете, там, такой, такой, и людям даже было трудно приблизиться, к Иисусу люди вообще не стеснялись подойти, там, кто бы ты ни был, там, ты фарисей, без проблем, там, ты грешник, без проблем, люди могли прийти к Христу, У нас Солнечная система, самая близкая планета к Солнцу, я могу ошибиться, но мне кажется, что это правильно, это Меркурий, по-моему, и его очень сложно заметить, потому что он близко к Солнцу, и он очень быстро крутится, потому что сила от Солнца его заставляет двигаться, и он двигается, да, он не стоит на месте, он крутится, А мы на Земле, и у нас иногда получается солнечное затмение, знаете, о, лунное затмение, то есть Луна может затмить Солнце, Луна вообще, в Солнце может поместиться, там, миллион лун, но вот эта маленькая Луна иногда затмевает Солнце, и у Луны получается такое, как там это называется? Да, и мы, о, святая Луна, да, и может любой пятачок нам затмить, иногда Солнце, понимаете, мы не должны быть теми людьми, которые как затмевают, да, это мы будем являться ворами, которые воруют славу, там, это, поэтому пусть в наших жизнях будет такой принцип, что вся слава Ему, знаете, к Иисусу один раз пришли и хотели сделать нечаянно царем, знаете, нечаянно, Я иногда хочу, чтобы нечаянно, я не хочу быть таким человеком, который ищет славу, да, но если нечаянно, то да, Иисус, Он не хотел, да, Он уходил в сторону, и мне, я влюбляюсь в скромных людей, которые скромные, которые это, я влюбляюсь, и как бы это, не знаю, вам этого нету, может быть, это трудно дается, но вот мне вот очень вот этот пример нравится, да, что хождение за Богом, оно происходит то, что ты меньше от тебя, и ты способен увидеть Христа, да, в служителе, в человеке, в каком-то пастыре, вот, и это очень важно, и он говорит, что вот хождение, да, хождение за мной, то есть мы иногда хотим себя сами сформировать как личность, сформировать себя как человек, который что-то значит из себя, но мы сами себя не формируем, то есть наше хождение зачем-то формирует нас, и Иисус, Он говорит, вы идите за мной, ваша задача только следовать за мной, быть там, где я, быть рядом, а я из вас буду делать, и хорошо, что когда мы вверяем в себя руки не какому-то халтурщику, да, а Творцу, который просто Слово может сотворить, может дать тебе понимание, может дать направление в твою жизнь, то есть Он может тебя сделать, как горшечник делает горшок, глину, Иисус также может сделать, и что, посмотрите, что Он хочет из нас сделать, Он из нас хочет сделать ловцами, чтобы мы стали ловцами, и это хорошая, да, как бы, вещь, что ты будешь ловец, да, это прекрасно, особенно если рыбаки, они любят там поймать, это не охотники, да, которые там убивают, там, ловцы, они там, вот мы с Волгоградом, он рассказывал, там есть, есть, есть насадка для глубинной, для верхней, там, воды, там, для такой рыбки, для такой, то есть, это все как бы меняется, но у меня вопрос, вот если Бог хочет, чтобы Он из нас сделал ловцами, да, ловец, кто хочет здесь быть пойманным? Поднимите руку, поднимите руку, так, камеру, сколько много людей, мы не хотим, мы не хотим, чтобы нас поймали, правильно или нет? Вы со мной? Не важно, кто, ты хочешь, чтобы тебя поймали? Я, когда посягают на мою свободу, я как еж становлюсь, раз-раз, чтобы меня никто ничего не взял, и я тебе скажу, что, вот, ты правильно сказал, что ты начинаешь думать, вот, ты хочешь быть пойманным, ты хочешь быть пойманным, вот, а иногда получается, что мы сами не хотим быть пойманными, но мы должны быть ловцами, тогда мы придумываем методики, которые больше похожи не на ловцов, а на охотников, да, тебе надо идти всем раздавать это, и ты идешь, ты уже не заинтересовываешь человека, да, который следует за вот этой наживкой Библии, да, ты говоришь, это надо, ты должен, ты должен, и ты, да, и ты не ловец, ты уже охотник или человек, который просто, как бы, на твою свободу. Но, оказывается, что, вот, стать ловцом и быть пойманным, это очень хорошо, чтобы тебя поймали, Иисус, это очень хорошо. Я работал в одном месте, у нас там была такая, вот, похоже, как, вот, допустим, вот это помещение возьмем, только оно все стеклянное. Мы там с ребятами мебель делали, и к нам в это помещение залетела синичка, вот, и она летала, летала, и мы вот пришли, летает синичка, и там один парень, его звали Саша, ну, его называли О, Аркадий. Почему Аркадий? Потому что он был двухметровый, лысый, такой, огромный, зубы через раз, и Орк, мы узнали Орк, но Аркадий. И он, когда увидел вот эту синичку, он начал там за ней бегать, там ее, это, и синичка, конечно, испугалась, она начала летать, и в стекло врезается, теряет сознание, он ее берет на руки, нежные руки, открывает дверь, дышит на нее, чтобы она пришла в себя, птичка там раз, глаз открыла, не смотрит, и улетает. И вот это то, что Иисус делает, понимаете, и много раз, да, мы должны потерять сознание, чтобы позволить, чтобы Бог нас взял в руки, да, и высадил на свободу. То есть Божий свободный, он сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот об этой свободе мы говорим, когда говорить ловцами, да. У меня, допустим, на работе есть человек, который мастер универсал, он все может делать, очень хороший человек, добрый, мастер на все руки, но пьет, да. И тогда, вот чтобы ему помочь, я говорю, давайте вагончики закрою, я буду приходить, открывать, ты будешь так, ты будешь свободен от алкоголя. Это свобода, скажите мне? Это не свобода. Как ему помочь, я не знаю. Я ему говорю об Иисусе, он говорит, да, не, мне это не интересно. Вот хотел его отправить к Паше Чайке, он с такими ребятами занимается, тоже он не хочет. Но иногда то, что мы понимаем под свободой, дать человеку свободу, закрыть его и оградить его от одной проблемы, это не является свобода. Но вот то, что Иисус делает, да, Он нас делает свободными. Я свободен, допустим, пить или не пить, а Он не свободен пить или не пить, Он раб греха. И ту свободу, если я буду использовать неправильно, я буду таким же рабом греха. Да, и, ну, тут можно о многом говорить, о благодати, да, там, если я как бы, ну, не об этом суть. Суть в том, что вот ловец, да, тот ловец, который делает человека, говорит ему о какой-то свободе, который, он может жить в этой свободе абсолютно, да, вот как птичка. Просто мы аналогию с птичкой не до конца можем понять, потому что она была на свободе и прилетела в несвободу. Но мы уже родились, да, рабы греха, то есть мы уже не можем выбрать то, что для нас хорошо, потому что даже будучи христианином, да, ты как бы это много раз делаешь то, что ты не хотел делать, и делаешь то, что не хотел, то делаешь, короче говоря. Но свободу, ту, которую Иисус хочет, чтобы мы стали ловцами, это нести вот эту свободу людям. И, знаете, очень интересно, что Иисус, он проходил мимо озера, и он увидел рыбаков, что они чинили сети, да, там, или там доставали сети. И он сказал рыбакам, вы будете ловцами. Я думаю, это, понимаете, развлечение. Иисус своего рода лучший рыбак, да, который есть. Допустим, если он проходил мимо строителей, он сказал, вы будете строить храм со мной, храм Божий. И строители бы поняли, о чем он говорит. То есть Павел, когда проповедовал в этом, в Эфесе, да, он что делал? Он цитировал стихи, то есть у него были снасти, наживки такие, которые для людей достигали. То есть он не использовал одну и ту же методику, которая для всех, да, то есть он был образованным человеком, он мог говорить на философские темы, подводя к Христу, да, людей. С теми, кто шьют палатки, он мог о палатках говорить, чтобы подвезти к Христу. С евреями, он как еврей, да, наверное, на зоне, наверное, он чай, чефир не пил, да, но он достигал людей в тюрьме, да. То есть какие-то у него методики были определенные. И именно вот об этих методиках я хотел бы вам сказать, потому что я тоже вижу, что меня Бог прям поймал так, вообще крючканул так хорошо, короче, и сделал меня свободным. И как это было, вот какие методики он использовал, я ничего не сделал для этого. Только один раз, когда вот у меня была ломка страшнейшая, я лежал, короче, мучился, у меня так все болело. Пришла мама и говорит, если можно было бы, я говорю, вот эту твою болезнь, вот эту твою боль, страдание я взяла на себя и сама вот это все перестрадала. И я тогда подумал, какая хорошая идея на самом деле, что вот это все свое состояние ужасное отдать кому-то. Это только потом, через 2-3 года я узнал, что Иисус Христос это сделал как раз, вот это. Он взял на себя твою боль, твою немощь, твое просто разбитое сердце взял на себя. Мама, понятное дело, что у нее хорошее сердце, но ограниченное, да, она только меня так любит, за тебя бы она бы это не сделала. И тем более она не могла взять это, у нее нет такой власти. Но у Иисуса Христа есть власть. Она как была вчера, она сегодня так же есть и завтра она будет. Он может твою боль сегодня взять, прям сегодня забрать и все, отдать ему надо, понимаешь, прийти и таких какой-то есть, и отдать то, что тебя беспокоит. Может быть это грех, может быть это так. Понимаете, вот Максим сказал про Дев, про Дев, да, и мы всегда, допустим, анализируя себя, мы думаем, чаще всего мы думаем, я без масла. Кто так думает? Да, я без масла. Но ты уже невеста, ты понимаешь? Ты уже с женихом идешь. Ты невеста. То есть человек, который уверовал во Христа, человек, который принял, да, жертву Иисуса Христа, он уже является невестой. Ты уже с ним. Девы это приглашенные на пир, у иудеи там или кто. Понимаете, поэтому, когда блудный сын ушел и когда он пришел, там написано, знаете, что очень такой стих, что он увидел сына. Он тебя видит уже как сына. Понятное дело, что ты безобразный, у тебя там может быть какая-то такая одежда, но он видел сына. Поэтому пусть мы не будем вот это действие делать. Адам с Еву согрешили, одели, короче, это, да, и все, типа все нормально. У нас ненормально, да, много раз. И тенденция человека, когда у него в жизни есть грех или неправда, прятаться. А Бог, и вот Женя сказал очень хорошие вещи, мне как бы понравилось, что мы, то, что мы сделаем хорошо, мы хотим показать, да. А Иисус, да, а Иисус что делает? Он говорит, то, что ты делаешь хорошо, ты прячь. А то, что ты делаешь плохо, покажи. Поэтому он, когда на праздник пришел, ему говорят, что никто так не делает, что хотят быть известны и прячутся. А Иисус так делает. Он все свои хорошие дела делал в тайне, да. И он нас учит так, что ты хорошие вещи, которые ты сделал, сделай в тайне. А то, что ты сделал неправильно, ты покажи. И поэтому Иисус, да, взял на себя наши немощи, наши болезни. И я помню, что вот в этот момент, когда у меня такая ломка сильная была, я возвал к Богу молитвы, самый популярный. Если ты есть, то сделай что-нибудь, да. Ну, это было прямо от всего сердца. И, знаете, через какое-то время, я помню, я не был вершим, понятное дело, что я понимал, что мне только Бог может помочь. Но я ничего не слышал ни о Евангелии, ни все. Но как только вот я возвал, и там Еремия 33-3 говорит, да, вызови ко мне, я отвечу, покажу тебе невозможное, удивительные вещи. И вот через два дня были уже удивительные вещи, два-три дня. Я стоял, такси останавливал, и остановился мужчина, и я сел, и говорю, ну туда-то. Он едет и говорит, я сегодня молился своему Господу Иисусу Христу, и говорит, и я просил благословения для каждого человека, которого я буду возить, для каждого. И вы знаете, вот там мы вчера чуть-чуть говорили, что там, если ты там говоришь там на словах, там может кто-то показаться безумным. Нас иногда много раз останавливает, что если я буду свидетельствовать, то мои слова как-то покажутся какими-то там, и мы стесняемся. Я один раз, человек реально молился, говорит, Господь, мы не хотим стесняться Тебя, превозглашать. Я думаю, это какой-то царь сидит, и он нищему какому-то говорит. Посмотрел, а нет, это парень на реабилитацию просто, да. То есть мы иногда хотим, кого мы стесняться хотим? Иисус Христа, царя царей. Это как будто чуть нелогично. И наши слова, они не кажутся какие-то странные людям. Вот я буду человек, который там далеко от Бога, ничего никогда не слышал. Он мне говорил про благословение, я был открытой дверь для того, чтобы принимать, мне так нравилось. Он потом рассказал, что он там бывший боксер, там полукриминальные какие-то, они там делали дела, и тогда, ну Бог его изменил, и сейчас он живет новой жизнью. И когда мы приехали до места, я ему заплатил даже, я не знаю почему, потому что он боксер, или потому что мне понравилось. Да, я это не шучу, но я даже дали какие-то чуть побольше денег. И это вот такой первый крючок, который там болтался, там знаете, как рыба хотела. Мы собирались там возле одного кинотеатра, Первомайский называется, и там проходили собрания. Мы не знали, что там проходит, то там был большой фойе такой, и одна лестница, верхний зал, а вторая лестница там был ба. Казино, игра в автоматы, туалет, короче. И мы когда заходили туда, нас все время, ребята, приходите там на служение, послушайте, там пробуйте про Иисусское часа. Вы знаете, что-нибудь про Иисусское часа? И мы как бы, и я помню, знаете, ты как бы, потому что ты в компании, ты вся должен иметь такое, да, лицо как серьезное, что ты там серьезный человек, что тебя ничего не трогает. И я помню, опускаясь вниз, да, вот в этот кинотеатр, и у меня такое ощущение, что как будто моя тенденция должна вверх быть, как будто это рай, это ад, я как будто туда иду все время. И такие маленькие какие-то сигналы, которые мне Бог посылал, мне всегда они давали повод думать, короче. Поднимать мои глаза к небу, там, да, делать там, ну вообще, что я живу, что я делаю, что не делаю. И один раз вообще меня так крючканули хорошенько, там, вот я в этом кинотеатре, мы подъехали, там, можно было на машине подъезжать. Все, у нас двери открыты, музыка играет, мы стоим там, три парня и девчонка. И мы были очень всесерьезные, с чупа-чупсами стояли, но ты всегда думаешь о себе, что ты там вообще такой в теме, короче, да. И пришел парень такой, очень скромный, такой с рюкзаком, и даже не испугался, нам подошел и говорит, ребят, можно вам вопрос задать? Ну, давайте, типа, валяй, спрашивай. Он говорит, вы, у вас есть семьи? Мы говорим, ну, у нас нету. А когда-то будут, ну, конечно, будут семьи. Он говорит, а вы будете верны своим женам? И ребята же, как вы думаете, что сказать? Мы нет, мы не будем. А девушка одна говорит, а я буду. Он раз достает из рюкзака пакет, в пакете там несколько конфет. Это мечта, знаете, такая красненькая мечта, такая карамелька, самая дешевая, которая только есть, но вкусная. И дает ей, и говорит, вот такое поведение нравится Иисус Христу. Он очень ценит верность, там, ты что, три слова сказал и ушел. И все вот эти, вот эти ребята, которые там были и такие, они так вот раз. А я, знаете, что почувствовал, что я знал, что это неправильно, да, там, если у тебя есть жена, что я изменил, это неправильно. Ну, из-за своего поведения, зная, что неправильно, но выбирая намеренно неправильно, я потерял какую-то награду. У меня были деньги, там, купить сникерс, там, или этот, ну, понимаете, ну, дело не касается в том, что купить или обладать чем-то, что ты можешь сделать. А это дар какой-то, понимаете, что ты не получил дар, зная, что так неправильно делать. Итак, и вот с этих пор, когда вот я сказал, Бог, ну, помоги мне, у меня христиане начали атаковать со всех сторон. А? Да. И, знаете, там, Иисус исцелял, много слепых Он исцелял, кому-то Он там помазал глаза там, кому-то сказал, ты веришь, да, я верю. Двоим сказал, а вы верите, да, мы верим, там, а у одного стопроцентное зрение было, у другого нужно было очки докупать, да, по вере, Он сказал, будет. Один верил сильно, другой не очень. А одного Он взял за руку и вывел из селения, и сделал ему что-то там, какое-то движение. Он сказал, видишь, он говорит, да, я вижу, ну, деревья, как людей, или людей, как деревья. Он еще раз ему сделал. И вот в моей жизни недостаточно было, чтобы я, находясь в селении, вот в этой атмосфере, в которой я был, чтобы произошло исцеление в моей жизни. То есть Бог, Он по-разному работает. И Он меня взял за руку, вывел из этой атмосферы, в которой я был, да, в центр реабилитации. И у меня исцеление там было, может быть, в 10 этапах, да, потому что я такой твердый орешек, что я ничего не принимал, не хотел ничего. Когда, ну, Иисус, Он работает вот по-разному, да, Он, да, что скажем человеку, Он по-разному. Там ты не найдешь то, что, там мы свидетельства, вот я, это, в воскресенье в церкви был, там, мои друзья там все туда ходят. Вот, я проездом был, заехал к ним. Вот, и там девушка, она, супруга моего, приятеля, она говорит, ну, у меня не такое, там, сильное свидетельство, у меня не такое, там, как вы, как у вас, там, всех. Я даже не хотел рассказывать. Такое свидетельство рассказала, и потом все к ней подошли, говорят, у тебя очень интересное свидетельство. Вот, очень интересно, да, там, никто не имел проблемы с наркотиками, никто не это, папа был против Евангелия очень сильно, и они в тишине, короче, ночью читали Евангелие всей семьей. Папа проявлял насилие ко всем, кто притрагивал к Евангелии. Ну, у них такое желание, такая тяга была, вот такой интерес свидетельства. Я вообще прям в шоке был, мне очень понравилось. Поэтому Бог, вот, Он из разных слоев разных, по-разному творит. Поэтому нет у нас вот определенного, да, как вот так вот надо делать, у нас вот эта методика, или там, у нас такая программа по евангелизации, и мы вот только так работаем. Надо быть чувствительным на Божье Слово, на то, что Дух как движется, да, куда Он тебя направляет. Я помню, вот, я думал, что у меня такое свидетельство, я был наркоманом, Бог меня исцелил, и это свидетельство открывает двери для евангелизации. Но это неправда. Я, когда к бабушкам подходили, они говорят, а, все, спасибо, до свидетельства. Но я являюсь уже волонтером, да, я помогал наркоманам, я говорил, я воспитатель, работаю с молодежью. А, расскажите, расскажите. И это двери были открыты для того, чтобы евангелизировать. Но Бог хочет, чтобы мы вот были вот этими ловцами, да, то есть те люди, которые ловят людей для того, чтобы сказать им о свободе. И, знаете, вот тут я в Самаре, я отдыхаю, почему? Потому что я вижу людей, с кем я жил, и моя вера, она подтверждается, да, утверждается. Потому что ты, когда видишь, что люди разделяют веру вместе с тобой, то, во что ты веришь, то, как ты веришь, то есть это тебя вдохновляет, это тебе дает какой-то... Ну, ты переходишь от веры, вера, и мне очень нравится здесь. И в Самаре я много опытов переживал здесь, я тоже открывали в центр в Новокубышевске. И вы знаете, вот тоже с рыбалкой связанный смешной случай один. Мы приехали открывать центр в Новокубышевске, это был 99-й год. И у нас был только мешок перловки, который нечем было разбавить. Мы съели там все, да, что летало и ходило. И вот один раз мы такой мороз ударил, и мы, короче, нашли там в пионерском лагере такую леску, короче, такую на акулу и такой же крючок. И мы втроем пошли это ловить рыбу, короче, ну, давай мы во имя Иисуса Христа там рубили лунку, насадили на этот крючок там горбушку, да, такую, опустили туда, дело не идет. Ну, а как пойдет, если мы даже не помолились, там, пошли в камыши, в камыши там, камыши шевелились, там, о-о-о-о. Короче, целый день ловили, и знаете, что произошло? Как вы думаете? Чудо? Ничего не произошло. Потому что, вот тоже тут про лестницу Петра говорили, что мы в вере, да, что должны, что, не забывать про дела, да, но в делах мы должны рассудительность использовать. И это не про рыбу мы говорим, и не про ловлю рыбы, это про то, что, как достигать людей, что иногда у нас, да, какие-то есть там две прибамбасы, там, у нас есть новые заветы и еще что-то, да, но, может быть, на эту ситуацию, ну, как бы, не ловится, да, что нужно знать, что в пруду рыбка такая, нужен маленький крючочек, нужен маленькая леска, нужно червячочек, а не хлеб, да, и опустить, и тогда это у тебя будет результат. То есть мы должны быть не просто вот горячими христианами, да, это вот когда человек только уверовал, про первую любовь нам тоже говорили, да, мы говорили раньше, что огонь горит, понимания нету, да, и то ты идешь, и это нормально, потому что я вот говорю многим ребятам, я говорю, у меня раньше вера такая была огромная, и я говорю, вообще все, а сейчас у меня вот такая маленькая вера. Они говорят, ну, как будто, наоборот, должна вера расти. Я говорю, неправда, я говорю, я раньше думал, любой человек, который придет в центр, он пойдет вперед, да, любой человек, которому я расскажу Евангелие, он уверует, а так не происходит, да, то есть вера, она должна быть не большая, а какая? Качественная, да. Качественная, да, она не должна быть такая, там, все, у всех все получится, не всех получится, там, это не от тебя зависит много раз, понимаешь? Вот, поэтому нам для ловли нужно самое главное, и Бог, вот Иисус Христос, мы говорим о дарах Духа Святого, это все блесна, да, которые мы можем использовать для того, чтобы людей не ловить для своей воли, как бы, да, для наполнения церквей, там, для еще чего-то, просто чтобы они были свободны в Иисусе Христе, свободны даже в выборе церкви, в свободной выборе работы, свободны, да, Иисус дает тебе такие дары, как говорение на языках, там, слово знания, да, слово мудрости, это все для назидания чего, церкви, да, и это основное, и тут есть люди, которые, вот такие божьи люди, которые, ну, на Божьей Ниве работают, и тут для вас тоже я хотел бы что-то отметить, что, когда Иисус говорит, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков, и они тотчас, оставив все эти, последовали за ним, вот иногда нас приглашают на конференцию, это не на какую-то работу, да, не какой-то там, я не знаю, там, какая-то отдача, просто приезжай на конференцию, побудем, по этому, тебе трудно это сделать, да, я даже, реально, по перрону ходил, думаю, 23 февраля все-таки, я тремя красавицами окружен, у меня жена, две девочки, я праздник сам себе лишаю, но поехал, да, они тут говорят, что оставили все, сети, кто-то оставил отца, кто-то оставил лодку, и пошли за ним, это вам не кажется чуть-чуть странным, вы видели таких чудаков, которые, вот, на самом деле, вот, какая логика, в чем, вот, там, Саша Чесноков, вот, пастырь, да, он говорит, что там, люди из церкви оставили место где-то, они жили, поехали на Камчатку куда-то, да, там, в центр, там, помогать, там, мы из таких людей много знаем, знаете, в Израиле один раз произошла такая катастрофа, я не знаю, потом мы спросим, беда это или, или, или проблема, да, ковчег забрали когда, это что у нас, может быть, не проблема, может быть, благословение, они почувствовали, как без Бога жить, да, ну, не знаю, да, это просто, забрали ковчег один раз у Израиля, его привезли в один город, в Фестимлян, и в этом городе начались проблемы, там начались мыши, болезни, наросты, да, большие проблемы, тогда они говорят, заберите ковчег в другой город, они отправили в другой город, там, то, те же самые проблемы начались, тогда в третий город, те же самые проблемы начались, и тогда они говорят, ну, у мудрецов спрашивают, ну, что, в чем проблема, почему это так произошло, и они говорят, смотрите, как надо сделать, сделайте новую повозку, поставьте на эту повозку ковчег, Возьмите двух коров от теленок, от телят, оторвите теленка от вымени, поставьте его в тачку и посмотрим. Если они пойдут в сторону Израиля, значит это от Бога. Если они останутся, то значит Бог тут ни при чем, все, идем дальше. И вы знаете, что коровы не отходят от своего теленка вообще никак. Что у нее вот этот материнский инстинкт срабатывает, что она не отходит от теленка. Теленка всегда идет рядом, тем более теленок, который только что родился. Они все сделали, как им сказали мудрецы, поставили этих двух коров и коровы прям пошли в сторону Израиля. Они не пошли с радостью, они знаете как шли? Они мычали, даже глупое животное понимает, что оно ведомое чем-то. И это вот называется Божий призыв. Знаете, когда у человека есть такой призыв, ты не сомневайся, это Божий призыв. Когда ты идешь против логики, оставляя то, что тебе ценно, оставляя то, что тебе дорого. Вот это и есть Божий призыв. Это Божий призыв никогда не включает в себя, а все, пошли с радостью. Нет. Мне говорят, ну ты там столько времени жил, тебе как было, ты жалеешь, не жалеешь. Я не жалею, я вот так вот жил, короче. Что у меня был призыв, и я как по-другому не мог сделать. Пришло время, пришло время. Но когда Бог тебя зовет, много раз нелогично. Один ВЭС приезжал, он очень богат человек, оставлял все, сейчас поехал в Африку служить. Учит там людей защищать свои дома. Очень интересный человек с историей такой невероятной. И Божий призыв, он так действует, что он, вот они все оставили и пошли. Когда ты их беспокоила о том, что вот мы оставили, а что нам будет? Конечно беспокоила. Тебя, наверное, тоже беспокоит, а как ты будешь там, вот ты служишь Богу, что ты делаешь, а как будет? Иисус говорит, что вы не беспокойтесь, да, вас только раз получите больше. Чего получим больше? Всего, кроме жен, да? Дома, там это все. Поэтому, да, вот, наверное, вот об этом я хотел говорить, что, как бы, ловцами быть. Но в том правильном понимании, что это для того, чтобы люди были свободны, да? Чтобы, поэтому вот эти люди, которые, я свою жену хотел раз, один раз поймать, говорю, ну, скажи мне все свои хорошие дела, которые ты сделал. А перед этим я прочитал, что люди пришли, да, к Иисусу, он говорит, ну, вы там, там, вот это, мы вот это сделали тебе, вот это. Он говорит, я этого не помню. Я думаю, если она мне скажет все свои хорошие, ну, поступки, которые я сделал, то тогда я скажу, что Бог тебе их не зачитает. Я говорю, ну, скажи все свои хорошие дела, которые ты сделал. Он говорит, знаешь, мне вспомнить даже нечего, только все плохое. Меня Бог так любит, что он мне все вот это, все мои недостатки поощряет. И не думай о себе, что ты хороший какой-то человек такой, знаешь, отличный. Это у меня было, один раз я к психиатру пришел, к психологу, я устал жить, вот, как к наркоманам. И он мне говорит, давай мы с тобой тест сделаем такой, вот, один лист возьми, А4, два листа. И на правом напиши все свои хорошие качества, а на левом напиши все свои плохие. Ну, я на плохих 4 написал, а на хорошие начал писать, попросил еще один лист. Ну, нет, я там, у меня, короче, хороших было в половину, больше. Причем у меня уже было две судимости, да. Я там наркотики употреблял, там, жил неправильно вообще. И наш сердце человеческое обманывает нас непрерывно, понимаете. Оно говорит нам, что мы хорошие, но мы не хорошие, понимаете. Нехорошие, нам благодать Божия нужна прям постоянно. И когда ты что-то сделал неправильно, и ты думаешь, блин, а как вот я сейчас к Богу? Да ты так и должен уйти к Богу, потому что ты нехороший человек, да. И никогда, да, никогда не надо вот это, понимаешь, что кто без греха, да, там, говорится. Я не призываю там грешить, я просто знаю, что это в тебе и во мне есть. Вот так вот просто пук и вышло, да. Что нам надо всегда приближаться к Богу, не для того, чтобы только иметь вот эту чистоту, а для того, чтобы, понимаешь, чтобы быть ближе к Нему. Меньше от тебя будет. Чем меньше от тебя, тем меньше вот этих будет пук, да, выход. Поэтому пусть Бог благословит вас всех. Спасибо за бутерброды. АПЛОДИСМЕНТЫ